Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с творчеством современной детской писательницы Юлии Симбирской. Она является лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов. Юлия Станиславовна становилась лауреатом конкурса «Новая детская книга» от издательства «Росман» с повестью «Здравствуй, Таня» и сборником стихов «Животе у моря». А в 2017 году стала лауреатом премии имени Корнея Чуковского в номинации «Золотой крокодил». 2018 год принес автору премию имени Владислава Крапивина за повесть для подростков «Дальние берега». А сборник на грядке «Все в порядке» вошел в малый топ-лист пап Мамбука. В 2020 году в издательстве «Качели» вышла «Большая книга природы», где собраны стихи, короткие сказки, необычные истории об окружающем мире. На сегодняшний день Юлия Симбирская – автор более 50 книг, прозы и поэзии для детей. Она сотрудничает с ведущими российскими издательствами «Росман», «Дедгиз», «Клевер» и другие. Ее произведения регулярно публикуются в журналах и поэтических сборниках для детей. Стихи Юлии Симбирской печатались в журналах «Кукумбер», «Чиж и Ёж», «Мурзилка» и других. Первый сборник стихов «Разбегаюсь и лечу» увидел свет в 2013 году в серии «Настя и Никита» издательского дома «Фома». Дебют автора получился убедительным «Счастливый мир детства», где все так важно и интересно. Веселые игры, летающие качели, игрушечные самолетики, где можно прийти в гости к лесу и обнять море. Нежные акварельные рисунки Натальи Кондратовой прекрасно дополняют и поддерживают настроение стихотворений. Я писала стихи всегда, только сначала они жили где-то внутри меня, а потом стали проситься на бумагу. Тут очень пригодились те самые крючочки и палочки, которые называются буквами. Этой тайнописью я смогла записать для всех, что чувствует воздушный змей, зацепившийся за чужой балкон, кит в животе у моря, скорый поезд, у которого стучит сердце. Удивительно и прекрасно сознавать, что всюду жизнь. Шкаф, ночник, утюг, подушка тоже живут совсем рядом. А уж про деревья, цветы, ветер и море можно рассказывать и рассказывать, говорит Юлия Симбирская. В ее стихах смешные сюжеты и неожиданные решения. Разноцветный, интересный и огромный мир. И все вокруг оживает в волшебном мире фантазии. В сборнике вкусных историй «Суп в горошек» Юлия Симбирская разглядела и записала свои наблюдения, сделанные на самой обычной кухне, в виде стихотворных историй. И получился симпатичный сборник стихов. Про самые обычные, казалось бы, супы, кисели и оладьи. Оказалось, можно сочинять такие вдохновенные стихи. Пончики и пицца, каша и суп, ватрушки и пироги с капустой, миндальные пирожные и вареники с вишней, омлет и компот, желе и винегрет. Здесь каждый читатель найдет свое любимое блюдо. Всю книгу сопровождают позитивные, оригинальные, фантазийные и красочные рисунки Екатерины Глейзер. Сборник «Муравей моей руке» получился летним. В нем солнечные, добрые, ласковые стихи. «Муравей моей руке» – это дачное лето, полное маленьких открытий. Это соленые морские брызги, набитые ракушками карманы и мамин смех. Здесь одванчики, жуки, облака, море, чайки над волнами, башни из песка и лето. Длинные-длинные, как целая жизнь, полная чудесных открытий. Стихи Юлии Симбирской добрые и смешные, у взрослых вызывают теплую улыбку, а у детей искренний хохот. К тому же они очень ритмичные и легко запоминаются. Юлия буквально в нескольких строчках рассказывает истории образно и очень здорово. Перу Юлии Симбирской принадлежат и прозаические произведения. В 2014 году повесть «Здравствуй, Таня!» стала лауреатом конкурса «Новая детская книга» и была опубликована в издательстве «Росмен». Небольшие рассказы из жизни третьеклассницы Тани Веткиной и ее подруги Тани Арбузовой длиной в осенние каникулы. И за эти каникулы им многое нужно успеть. Живут они в одном доме и в одном подъезде. Вместе в садик ходили, теперь вместе в школу ходят. Тани абсолютно разные внешне и по характеру, несовпадений между ними множество, что их дружба кажется невероятной. Одна по-детски наивная, искренняя, доверчивая, радуется простым вещам, сопереживает, сочувствует слабым, готова кинуться на подмогу. Другая не по годам взрослая, рассудительная, серьезно смотрит на жизнь. Но девочки об этом не задумываются, они просто дружат. Осенние каникулы короткие и скучные, так начинает писательница свою историю. Здесь нет стремительного действия, головокружительных событий и приключений. Скорее, это путешествие вглубь, где переживания, моральный выбор, дружба важнее того, что с тобой приключится. В некотором смысле, здравствуй, Таня, это встреча героини с самой собой, с тем, какой личностью ей удалось стать, и мы имеем возможность наблюдать за ее становлением. Девочки-третьеклассницы как раз в том возрасте, когда сказки и приключения отходят на второй план. Куклы, дочки-матери, книжки Астрид Лингрен пока еще актуальны, но уже надо решать, что делать с ненавистью, завистью, предательством, несправедливостью. Если хотите погрузиться в детство и почувствовать вновь его магию, повесть «Жил-был Димка» для вас. Книга состоит из коротких рассказов, зарисовок из жизни мальчика шести лет. И вроде бы ничего особенного с Димкой не происходит. Гуляет с друзьями, ходит в детский сад, и тем не менее описывается все происходящее очень поэтично. Рассказы в книге «Жил-был Димка» наполнены мыслями, чувствами, сомнениями, открытиями, фантазией, грустью, мечтами, юмором самого обыкновенного мальчика. Он еще мал и знакомится с миром, чтобы его полюбить. Он учится познавать мир, замечать необычное, мечтать, дружить и общаться, разгадывать тайны и понимать девчонок. Беззаботное, счастливое детство – это когда коробка из-под холодильника может стать целой космической станцией. Старый носок – хвостом русалки, а бабушка Светика – настоящим китом. Повесть «Сказка Мольер» Моцарт и Пикассо из «Лисей норы» выпущена издательством БХВ Петербург в 2017 году. Это история про лис и про маленькую девочку, которая находит себе необычных друзей. Десятилетняя Марго вместе с родителями на лето переезжает в загородный дом. Она оказывается вдалеке от друзей, одноклассников. У нее прекрасные родители, но папа много работает, мама пишет диссертацию. Марго предоставлена самой себе и ужасно скучает. Она бродит по дому, сидит на чердаке, читает книги, гуляет в округе. И вот однажды в лесу она обнаруживает лисию нору и решает подружиться с ее необычными обитателями. Это приключение позволяет увидеть происходящее глазами каждого из участников событий, понять его точку зрения, его мотивы. Марго найдет друзей, научится прощать, любить. Мольер, Моцарт и Пикассо из «Лисей норы» – трогательная и добрая история. Мы предлагаем также познакомиться и с другими книгами полюбившегося автора.